В наш век, когда форма вождан не меньше, чем содержание, такое событие, как свадьба, обставляется особым способом. Жениху и невесте важно проверить не только чувства, но и профессионализм организатора, мастерство фотографа, визажиста, парикмахера и других действующих лиц. Тенденции последних лет показывают, что в рамках свадебных выставок пары, молодожены, родители пар, не получают исчерпывающего количества информации, для того, чтобы у них было полное понимание, а как организовать свадьбу своей мечты, с чего начать, какие этапы их ждут. Мы решили разрушить этот стереотип и создали свадебное событие, которое назвали «Бранч для невест». Вы знаете, организатор – это такой профессионал, который сочетает в себе очень большое количество профессий, от технических, специальных, до психолога. В свадебные платья даже классической цветовой гаммы могут быть самых разных моделей. В тенденциях сезона – легкие ткани или обилие декора. Вошли в моду сейчас платья средней длины. Они, во-первых, комфортны, во-вторых, они очень изысканно смотрятся, и при этом из струящихся легких тканей. Делятся клиенты на тех, кто покупает и тех, кто шьет. Во-первых, это абсолютная посадка. Во-вторых, это индивидуальный дизайн и неповторимость. В-третьих, это огромный выбор материалов, где можно самим стать в роли дизайнера. Ведь у каждой невесты и у каждого жениха есть свое четкое представление и требование к выбранному наряду. А в импортных, либо в покупных, там вроде бы все красиво, но вот цветочек находится не в том месте. Требования к макияжу невесты основных два. Он должен быть легким и одновременно стойким. Макияж должен выполнять ряд функций. Во-первых, он должен быть стойким. Во-вторых, он должен быть естественным при близком контакте с гостями. Дальше он должен читаться на фото и видео. И при вечернем освещении этот макияж тоже должен выглядеть красиво, играть и читаться. Поэтому невесты не должны удивляться особым ценам на этот макияж. Со свадебным фотографом тоже ошибиться нельзя. Специалисты советуют встретиться заранее с двумя-тремя претендентами. И только после этого договариваться о съемке. Звоните и договаривайтесь сразу же о личной встрече. Потому что личная встреча снимает большинство вопросов. Потому что возможно, если я делаю феерически красивые фотографии, у меня очень красивое портфолио, классная страница в соцсетях, но вживую я не очень приятный человек, то, наверное, не стоит звать меня снимать вашу свадьбу. Основная мысль – подобное притягивается к подобному. Это могут быть очень простые вещи. Там, может быть, там, снимок на лавочке в парке, где он сделал вам предложение. Или мы работали вместе, поехали в офис, сделаем кадры у вас. Потому что чем проще они, на самом деле, тем лучше. Главное – вот это ваше глубокое содержание. Если свадьба удалась, то это почувствуют все – и молодожены, и гости, и даже сами организаторы. Я не знаю, я всегда плачу на выездных церемониях. Я всегда сентиментально отношусь в моментах даже подготовки. Но когда ты видишь то, что не просто ты реализовал свою идею, а твоя идея принесла счастье для людей, и, наверное, это одна из самых таких больших наград, ради чего мы стараемся, растем и стараемся все большее количество пар рассказать, что можно сделать на их свадьбе.